А возможно, происходит саморегуляция. Иногда конфликт, например, у меня на работе конфликт. Я бросаю работу, открываю собственное дело, я профессионально расту. Это означает, что конфликт конструктивен, правильно? Источник развития. Не каждый конфликт деструктивен. Саморазрушение – это когда распадающийся праг, это когда разваливающийся бизнес учредителей, но все равно саморазрушение иногда тоже полезно бывает с тем, чтобы остановить негатив в ходе конфликтной ситуации. Поэтому сам по себе конфликт неплох и нехорош, как явление, но он позволяет развиваться организацией, не превратиться такой организацией в болото. Если в вашей жизни нет конфликта, проверьте, есть ли у вас пульс. Это вот уверждение Караса, такое немножко с оттенком юмора, но оно очень близко к действительности. Подводя итог нашему семинару, я хочу заметить, что знания, которые здесь рассмотрены, можно, конечно, наращивать за счет социальных сетей, за счет того, что вы необходимые компетенции подчерпываете с профессиональных форумов, конференций, семинаров, пишете научные статьи, обобщающие опыт вашей работы. Это, кстати, тоже очень полезное занятие. Не только ученые пишут научные статьи. Здесь очень хорошие практики, даже не юристы, которые великолепные статьи пишут, хорошие, исходя из своего опыта. И на этом профессионально растут. Вы заметите такое удивительное объявление. У нас много просторов для творчества. Вот в этом смысле мы живем в такой стране с хорошими возможностями, больше, чем в Европе. Не случайно сейчас начался процесс, когда репатриация назад происходит наших соотечественников, в свое время убежавших из России, поисков, карьеры, работы. Некоторые программисты возвращаются назад, потому что здесь видят больше возможностей для самореализации. У нас можно открыто критиковать органы власти. Конструктивно, пожалуйста. У нас можно заниматься вот этой творческой созидательной деятельностью. У нас можно заниматься правозащитной деятельностью. И, насколько я понимаю, та же деятельность арбитражного управляющего не исключает консультирования, преподавания, правильно, да? Юридическую помощь. Ну, помимо арбитражного управления. И, на самом деле, главное, что у нас... Вот это касается все банковских кредитов, но это можно сделать обобщение. Пожалуй, самый главный тормоз, который препятствует в защите слабой стороны в конфликте, это невежество. Страхи, сильное преувеличение сил, возможностей оппонентов. И когда вы помогаете это невежество преодолеть, то это открывает хорошие творческие возможности. Зачастую сам клиент, самая слабая сторона спора, начинает с вами дискутировать и подсказывать возможные варианты защиты. Еще более оптимальная ситуация, когда вы всех собираете за столом, всех кредитов, то есть вот этих непримиримых оппонентов. Создаете нормальные условия для диалога. А работает на это ваш авторитет, ваше прошлое блога, что вы со своими клиентами обошлись этично, даже если вы по разные стороны дарека. Этика все равно, понимаете, да? Это вызывает доверие. Ваши оппоненты становятся снова с вашими клиентами. И тогда вот этот диалог позволяет вам, вместо того, чтобы рассматривать атаку на вас, вы превращаете в атаку на проблему. Это очень конструктивно. Вот этот кейс мы с вами рассмотрели. Этот кейс мы тоже рассмотрели. То, что касается социальных сетей, я хочу сказать, что вот эта диаграмма символизирует возможность коллективного опыта и знаний, стихийного управления и накопления компетенций, социальной группы и сотрудничества с экспертами. Дело в том, что в рамках защиты одного конкретного гражданина или малого бизнеса, вы можете потратить на судебную защиту неоправданно большие средства, экономически нерентабельно. Но если вы найдете целую социальную группу и будете защищать интересы этой социальной группы, то это откроет благоприятные возможности. Не случайно потребительские ассоциации оспаривают действия, например, банков, и добиваются результаты. Как, например, отмена комиссии банка за снятие наличных средств. В Альфа-банке, когда был отток вкладов, 10% снимали комиссии. Конфедерация по защите прав потребителей договорилась вернуть платчикам вот эту комиссию, интернерную удержанную. Не сюда, до сюда. Можно благодаря интернету и социальным сетям узнать об аналогичных прецедентах и пойти по этому пути. Я говорю сейчас о таких кейсах, как перегрузка на ось. Знакомая проблема, да? При транспортировке тяжелых грузов по дорогам России, если перегрузка происходит на ось, штрафы могут достичь 250 и даже 500 тысяч. Это очень обременительно для предприятий, особенно для малого бизнеса. Но если вы найдете прецедент успешной защиты прав, как, например, в городе Томске, вред от дорог испытывает собственник, а собирает вот этот вред. Другое лицо, которое не имеет отношения к собственности, опираясь на этот изъян, подтвержденный в постановлении Федерального антикрасного суда Западного Сибирского округа, вы можете в аналогичной ситуации защитить другого водителя. И вот таким образом, благодаря обмену, профессиональному обмену и социальным сетям, вы можете создать общие ресурсы, которые действуют очень эффективно. Консолидация, тоже это очень важно. В случае заемщиков программа антиколлектор сыграла больше, чем юристы, многие юристы вместе взятые. Дезонансные публикации в масс-медиа, четвертая власть сейчас становится доминирующей в обществе. Рассветительские видео, письмообращение к услугам политики, фрагмирование прецедентов, что также очень важно. Я рассказываю о тех социальных технологиях, которые все-таки общеизвестны. И помимо этого, есть еще замечательные технологии урегулирования споров. Но об этом я вас приглашаю посетить наш сайт, потому что чувствую, что мы все уже устали, чтобы не было перегруза. Посмотрите, пожалуйста, на два сайта. Это наш корпоративный сайт, вот этот внутренний сайт, где медиатор с наш модул. Там открытые курсы выложены, которые вы можете свободно посмотреть, подписаться на интересующий наш курс, только в инфекционной медиации, в том числе. Что касается сегодняшнего нашего занятия, то презентация выложена на этом сайте, на главной страничке. Запоминается очень просто. Электронный медиатор. Как в латинице, так и в кириллице. Можете набрать и медиатор.ру, можете набрать и медиатор.рф. Как вам удобно. Там выложена эта презентация, вы можете скачать или задать мне вопрос по тем координатам, которые у вас заметны. Если у кого-то есть вопросы, можете подойти, забрать визитку, или потом обратиться уже в частном порядке. Спасибо за внимание. Большое спасибо.